вот есть такая проблема которой например мы сталкиваемся да мне в принципе вот этот проект нас был такой более молодежный там не нужен был я сразу мактрисам всем говорили там вот один молодежный другой там ну там позволительно было вот это поцелуй в кадре и так далее и так понимаю это ну как бы проблема да сейчас вот у нас в наших актрис до сейчас на youtube и пытаюсь снимать вот этот мой сериал я говорю ну там сразу будет короче очень много сексуальных сцены причем и такие своеобразные будет ну как бы такое да но ты делал в шикере у тебя были сцены сексуального характера по идее уговаривались я не сильно уговорил я просто делал я просто типа изначально это также поговорил сказал будет типа сексуальные сцены так-то так-то и просто разговаривал и вроде никто там сильно не возмущался все понимали что типа сейчас снимаем но это до утверждения да ты разговаривали уже утвержденных когда мы встречались с актерами сразу говорить так то будет будет сексуальной сцены типа и все будет откровенно показываться мы сразу подбирали актрису типа это была первая актриса которого позвали один и позвали есть не общался и как-то подошелся сразу нас кого-то типа я в плане типа согласилась просто я сказал типа так так будет классно типа этого минимум будет там ляма два просмотра миллион два ляма и короче поинтересно чем брать до короче снимайся там ну 2 миллиона будет смотреть давай типа такого и вот я объяснил что типа будет популярный очень сериал классно все будет визуально все будет классно и возможно будет хейт сразу но типа табылки ну типа там скидывал а типа нас хрены как ее прям проклинают короче пациент короче типа шайтан в деньгей короче типа жестко пишет прям типа ну она типа нормально к этому начали типа дыгать блин короче типа но потом принципе она тоже говорила не как-то маза нормально но им все равно неудобно мы к счастью снимали с одного дубля просто типа долгий дубль буму просто потом вырезали нужные моменты а у нас был такой смешной момент на площадке там 1 1 сексуальная сцена квартира и короче там комната и я там короче всех выбору горечь короче никто чтоб не смотрел всех вывожу комнате они вдвоем оператор звука ч короче остается и все типа и короче там развелся он объяснил все короче долго объяснял чего как короче типа и выхожу и а у нас плейбэк другой комнате там большой холл вот здесь и типа дверь такое типа разделение стены его здесь да фига я просто вышел смотрю я пошел мы камеру так сверху ставили это долго у нас не было специального экрана мы придумывали там из этих эссистендов там еще чуть камера тяжелая как ладно пошел всем сказал ребята никто не снимает актеры попросили на камеру во во вторых ну типа зачем сдавать потому что в этой постельной сцене было какой-то сюжет окей окей хорошо шик сажусь там чуть-чуть поворачиваюсь это гласыру влазь ощущение что кто-то на тебя смотрит поворачиваешь назад у меня там 55 вот здесь голова торчит все пришли я людей как и ты кто-то у нас работа да я братан меня водитель могу кто это хозяин дома и ты думаешь только сучу белочи делки идут а это его все пришли дать люди которые очень не видел никогда жизни они им даже не думал что у вас такая большая съемочная группа да я не но вот кто жрет все это обед 8 интересно было конечно это столько забавно актер актрису чуть капец нам не было тяжело искать но типа все в отказ в отказ нет нет все такие сейчас вот ищут на этот проект салем снимает тоже про эскорт там тоже ищут это же сложный сложность ним найти актрис у меня все в отказ пошли хотя в жизни то я знаю что что они у тебя звездочка стоит там на телефонах я говорю просто делаю все как жизни я же помню мне интересно было это таки запускали как много актрис писала по мне женских ролей малыш по сути только секретарша и все из главных и она так и мне пишут лжа все есть кастинге у меня шлюхи остались хочешь играть нет лжа серьезно серьезно шлюхи остались прям максимально готова нет не готова до свидания вот так то есть сразу ты нету мы нашли но пришлось одну девочку русскую сделать потом и мы меняли имя типа татарочка там еще что то еще что очень не смогли но одна актриса пришла уже он вообще классно она просто порвала нашего актера на разорвала его он себя почувствовал там подростком по моему просто пришла такая а я знаю что она в казахских сериала снималась но где-то видел я думал типа стереотипное мышление типа уже внутри как будто конечно разберет его целует прям на на в гримёрке то есть все отлично дальше но это было прикольно ангарная же актриса по идее да не знаю это должно быть нормально ну и типа к этому надо приучать мне кажется чем больше будет таких сцен типа это потихоньку типа станет мне кажется нормальным какие типа да да потихоньку на двигаться но какое-то отношение вот первый раз когда сцену поцелуи снимал в казахстане ах потом не снималась на тот момент да жена до время и я говорю я сразу будет цена поцелуи ну типа как мне по-другому показать я не знаю обязательно должно быть пик потом пришлось выводить говорить ну я же тебя предупреждал помнишь да без проблем этот этот все таки все и там главный актер который а меня никто не хочет спросить может я тоже волнуюсь я волнуюсь ну то есть это реально какая-то проблема то есть мы когда снимали свои какие-то проекты там в сша нагрел я еще я от трубу типа а может а у юра и он и тюкис я она как засосет его я такой типа так да окей кул все ну типа да то есть гораздо проще нормально ну да но это на потихоньку у нас будет вот здесь конечно тоже есть свои тоже я тоже боялся по идее из-за этого я репетировать сцены я еще типа до сам это актеров приводил типа и мы прям репетировали сцены и там чтобы на площадке не было таких тупых моментов и мы долго стоим и их уговаривают там там бывает именно момент когда пришло я думал типа они могут сказать блин я чет не могу оказывать мне так сказать я боялся я боялся таких моментов и за это я их короче привел короче иди подойдет давайте репетировать это первый день их знакомства был да и мы сидели все я просто вот это я смотрел это серьезно первый день знакомства и не сразу так сыграли да и ничего не не модно репетировать я честно выпили девушка чуть-чуть ну вот ведь лайфхаки надо чуть-чуть ну как это это жизнь объяснял типа ребят мы короче это по-любому снимем поэтому вам лучше отыграть максимально классно типа и мы один дубль делаем и уходим короче типа потому что ну типа если мы сейчас я не получу то что мне нужно мы будем дубли 10 делать короче и вы сами перестрадаетесь короче и это когда обязательно такие все-все-все-все-все и готовят это началось и мы один дубль снять на один раз у меня был честно га такой момент мы последний день уже утверждали мне еще канал говорил я это все высылал короче и две девчонки вот так вот стоят и они вот одинаковые все как мне все равно кто из них там да и канал что-то там думает там этот кто кого там у кого какой график я это все должен ну как бы совместить и понять кто потом яку так девчонки все у нас будут постельные сцены кто будет кто будет одна сказал я и вот вы все будет вот он продюсер вот он есть тот самый который там у нас еще типа и у парня и у девушки они были в отношениях типа девушка уже были год были сейчас я не знаю как у них но вроде типа но у девушки были отношения там уже год они встречаются с парнем и у парня были отношения уж нормально и это ну в принципе это не помешало украску вас не но это хорошо молодые ребята профессионально относится к нам это должно нормально иначе как снимать тогда да то есть парень плюс парень минус какая-то 2 миллиона и посмотров это хорошо же не ну ладно вот ты вот у тебя девушка есть ты бы ты была конкретно за что он так и какие мы лично я тоже например сказал я говорю мы иду личный как есть в плане типа не ну смотри если приходим если вам изначально актриса было то и возможно я был бы к этому готов но просто она типа не актриса и я вот не говорю жена игр девушка вот девушка нет конечно конечно мы двуличный то есть мы можем прийти залечить типа это искусство это ты актриса ты это на жене или девушки но так и есть же давайте говорить про не ну я бы если бы актриса нормально я уже думал просто об этом да я бы нормально отнесся то есть я посчитал бы так думаешь на момент когда типа хотят гарри халамов тоже так думать ну ну хотя вот как у гайка халамова не знаю как бы это тоже мне кажется там вообще было все по правде да да ну я когда это увидел даже при нем на и мне кажется это это как любые какие-то вещи которые неизбежно со временем что-то будет меняться просто может быть с одной скоростью или с другой да то есть просто здесь же еще обратная сторона есть ты можешь если завтра это будет приемлемо например то некоторые будут выезжать на это условно делать пустой проект просто на постельных сценах но это тоже до поры до времени да например как с матами я например за маты в кино большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу круто сегодня были покорители трендов ютюба казахстанского режиссеры саке и шаке вот и классно поговорили надеюсь вы еще придете к нам еще и что-нибудь поболтаем будут крутые ваши работы выйдет вторые сезоны ваших проектов удачи спасибо большое это был видеоблог серийный продюсер наш подкаст меня зовут николай пак всем пока подписывайтесь если вам это нужно